Огнеборцы Лангипасского гарнизона провели учения на территории одной из школ. Пожарные действовали быстро и слаженно. Они потушили условный очаг возгорания и спасли людей. Как это было, расскажут наши коллеги. Всем находящимся в здании срочно покинуть свое помещение через запасные и аварийно-спасательные выходы. Ученики пятой школы Лангипаса экстренно эвакуированы. Сработала пожарная сигнализация. Но повода для беспокойства нет. На базе образовательного учреждения проходят пожарно-тактические учения. Администрация школы сообщила о пожаре в службу 101. На место происшествия сразу приехали огнеборцы. Вообще это, конечно, замечательно, что у нас проводят такие учения. Потому что мы, во-первых, раз в квартал минимум обязательно внутри учреждения свои такие учения проводим. Но когда с привлечением сил МЧС, у нас появляется более полная картина действий наших сотрудников МЧС пожарной части. По легенде, в актовом зале, который располагается на втором этаже, произошло замыкание электропроводки. Для ликвидации условного возгорания было привлечено более 30 человек личного состава из 92, 94 и 47 пожарных частей. Рядом с территорией школы был организован штаб по локализации ЧП. Чтобы учения были более правдоподобными, в школе осталось три человека, которых необходимо спасти. Огнеборцы провели разведку в аппаратах для защиты органов дыхания по поиску пострадавших и весьма успешно. Школьники обнаружены, их вывели с использованием спасательного устройства дыхательного аппарата в безопасную зону. Условный пожар удалось потушить в считанные минуты. Учения прошли по плану. Алгоритм действий при таких обстоятельствах огнеборцами отработан до автоматизма. А это прежде всего безопасность учеников, педагогов и всего персонала школы. 804 обучающихся были эвакуированы и все 69 сотрудников. Всего 873 человека. Но также по легенде у нас получается 3 человека остались в здании. И вот сотрудники пожарной части проводили обследование объекта и находили оставшихся неэвакуированных людей. В ходе учения особое внимание брандмейстеры уделили отработке совместных действий личного состава пожарно-спасательных подразделений с руководством школы по эвакуации сотрудников и учащихся. Такие мероприятия в нынешнем году проходят уже во второй раз. Пожарно-тактические учения у нас проводятся согласно утвержденного графика, который утверждается Главным управлением МЧС России Пахмао-Югре. На 2024 год у нас запланировано по нашей зоне ответственности 8 пожарно-тактических учений. Привлекаются подразделения согласно расписанию выезда по вызову номер 2. Это 5 автоцистерн и 2 автомобиля специальных. Это автокаленчатый подъемник и штабной автомобиль. По результатам пожарно-тактических учений действия участников получили удовлетворительную оценку. Следующее подобное мероприятие у сотрудников пожарных частей пройдет уже в апреле. Валерия Ружицкая, Дмитрий Филимонов, Вести Югория, Лангипас.